Всем привет! Сегодня в программе новости науки Саралины Киряевой опасность длительного нахождения за рулем, незамерзающее топливо и приемная кампания 2016. Подробности далее. Итак, в мире. Группа ученых из австралийского католического университета пришла к выводу, что малоподвижный образ жизни, в частности продолжительное нахождение за рулем автомобиля, негативно сказывается на здоровье. Люди, находящиеся на водительском сидении больше часа в сутки, весят в среднем на 2,5 килограмма больше тех, кто водит автомобиль менее 15 минут в день. Объем талии автолюбителей также больше примерно на 1,5 сантиметра, что указывает на наличие лишнего жира, увеличивающего риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и диабета. А в России специалисты Московского института нефтехимического синтеза РАН разработали технологию производства экологичного незамерзающего топлива из попутного газа, выделяющегося при добыче нефти. Такое топливо можно получать как из природного газа, добываемого на месторождениях, так и из попутного нефтяного газа, побочного продукта добычи нефти. Специалисты института разработали технологию синтеза из такого сырья диметилового эфира. Топливо на его основе экологичнее, КПТ-двигатели при его использовании увеличиваются на 2%, а главное, в отличие от дизельного топлива, оно не замерзает даже при очень низких температурах, что делает это очень эффективным в условиях Арктики. И напоследок в Татарстане. Прием документов адапитуриентов в Казанском федеральном университете традиционно начнется 20 июня. Ожидается, что в приемную комиссию поступит около 60 тысяч заявлений, поступающих как из Татарстана и регионов Приволжского федерального округа, так и других регионов России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. В КФУ ожидают, что масштабы приемной кампании 2016-2017 учебного года превзойдут прошлогодние показатели как по среднему балу ЕГЭ, так и по конкурсу среди поступающих. Данные статистики позволяют предполагать, что документы в КФУ подадут около 20 тысяч абитуриентов. А на этом все.